Чем дальше идешь, тем глубже, около 10 сантиметров воды. Без сапог здесь делать нечего. Таковы последствия прорыва трубы в подвале дома 3 Пашафиева. Воду высушили, однако вещи жильцов пострадали. Люди хранили собственность в помещениях подвала. Объясняют, что застройщик позиционировал комнаты как кладовые. Однако в управляющей компании на это смотрят иначе, рассказывает жилец Дамир. Управляющая компания мне ответила не хранить здесь вещи, потому что это подвал. Хотя я за хозкладовку отдал немало деньги. Люди жалуются, что запах канализации не выветривается. Зловоние ощущают в квартирах и на улице у подъезда. Запах такой вот канализации фекалий напахивает. Ну вот так вот и каждый день вот такая вот история. За три года эксплуатации дома трубы в подъезде прорывало несколько десятков раз. Сотрудники управляющей компании решают проблему лишь на время, говорит жилец Вадим. Можно увидеть, что труба герметически обеспечивается с помощью полуцеленного пакета. Ощущение, что дом строили студенты, негодуют жильцы. Диаметр трубы всего 100 миллиметров, чего для нужд 27 этажки не хватает. Он должен быть в два с половиной раза больше, говорят люди. Диаметр трубы должен быть 200-150. В управляющей компании нам ответили, что систему канализации вызвели строитель лицензированной организации по согласованному проекту. Причины подтоплений там назвали засоры, которые вызвали сами жильцы. А именно засорение отходами в виде кошачьего корма, влажных нетканых салфеток, одноразовых нетканых полотенцев, пищевых отходов. Неприятный запах скоро выветрится. А пакет на трубе не ноу-хау инженеров, а полиэтилен, оставшийся от застройщика, сообщили в управляющей компании. В организации также заявили, что рассчитывают затраты на установку камер в подвале и на им консьержа. Специалист будет следить за цокольным этажом и оперативно сообщать о коммунальных авариях. Но жильцы в желание сотрудников управляющей компании работать уже не верят. Поэтому созывают собрания, чтобы сменить обслуживающую организацию. Тем временем вода уже размыла пол подвала, а виднеется металлический каркас. Люди надеются, что пока не добиваются смены управляющей компании, их дом не разрушится. Артем Сулейманов, Эльдар Гореев, Сяуфа